Всем привет! И да, сегодняшний ролик я решил присветить нашумевшей ситуации с утечкой трейлера фильма ФНАФ. В сегодняшнем ролике я хочу более детально разобраться во всей этой ситуации, пообсуждать как это произошло и чем это всё вероятнее всего закончится. Словом, предлагаю долго не тянуть. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а я буду приступать к ролику. Итак, на позапрошлых выходных в сеть попал слив трейлера фильма ФНАФ. Сам слив трейлера представляет из себя заснятый на телефон монитор компьютера, на котором воспроизводится сам трейлер. Автором данного слива является некий Кайджу Купер. К нему мы вернёмся чуть позже. Данный слив, как и ожидалось, быстро завирусился, если это можно так назвать. И несмотря на то, что автор слива его удалил, и Блюмхаус пытался блокировать распространение слива, интернет помнит всё. Вскоре об этой ситуации высказался сам Скотт Коутун. Вот его пост. Если вам интересно, можете поставить на паузу и прочитать его. Да, конечно же Скотт очень сильно огорчён. Хотя это вообще не удивительно. Ведь он, Блюмхаус и Юниверсал усердно работали над фильмом. И конечно же, они не хотели, чтобы произошла такая ситуация. Но как сказал сам Скотт, фанбаза выступила против этого, за что он ей благодарен. Теперь хочу поговорить об авторе слива, Кайджу Купере. Кто он такой? Если зайти на его канал, то можно понять, что он обычный обзорщик на различные фигурки. И у него почти нет видео про ФНАФ. Но что же с ним стало после того, как он слил трейлер? После слива трейлера, Кайджу Купер выпустил ролик, в котором извинился за совершённое. Но вскоре его скрыл. Но всё же, некоторые люди успели сохранить ролик. Одним из таких является Ицукин. Ссылку на его перезалив с переводом я оставлю в описании. Если вам интересно, можете посмотреть. Но всё же, я вкратце скажу, о чём говорил автор в ролике. В ролике Кайджу Купер просил прощения за совершённое фанбазы ФНАФа, Скотта Коутона, Блюмхауса и других. А также просил, чтобы Блюмхаус не подавал на него в суд. Но всё же, как Кайджу Купер получил доступ к трейлеру фильма ФНАФ? На самом деле вариантов может быть куча. Но как по мне, вероятнее всего, Кайджу Купер участвовал в неком опросе от Блюмхаус, Чтобы получить доступ к трейлеру. Типа бета-тестер, или как это там называется. Также, вероятнее всего, трейлер, который был слит, является неполной версией промо-ролика. Ну и напоследок, хочу поговорить о том, что ждёт Кайджу Купера за слив трейлера. Подаст ли Блюмхаус на него в суд? Мне кажется, что подаст. Да, многие, наверное, скажут. Но он же осознал свою вину и всё такое. Но как по мне, таких людей нужно проучивать. И нет, я не говорю, чтобы его посадили в тюрьму или что-то такое. Но как по мне, он должен заплатить за моральный ущерб. И тогда уж точно, у него пропадёт желание сделать что-то подобное снова. Ну ладно, вот такой короткий ролик у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то можете посмотреть другие мои ролики. Ну а я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.